МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итальянская ищейка История ищейк начинается в глубокой древности, одновременно с человеческой. Порода итальянских ищейк принадлежит к числу наиболее древних и является, пожалуй, единственной, сохранившей свои изначальные соматические характеристики. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к изображениям ищейк на памятниках и произведениях искусства эпохи Древнего Рима. В этом смысле ошибочно то мнение, согласно которому итальянская ищейка происходит от блатхаунда, собаки исключительно крупных размеров, ведь между их физическими и моральными качествами существует огромная разница. Именно поэтому кинологи не рекомендуют использовать блатхаунда в качестве охоты. Бредками итальянской породы не могут считаться ни те ищейки, что описаны в Альвасоне, ни те, о которых говорит Раймонди. В нашу задачу не входит точное определение того, когда и как произошла эта порода, но в любом случае речь идет о собаке, наделенной исключительными способностями. Что касается появления первого клуба, то нам следует вернуться в 20-е годы, когда в Лоди было создано итальянское общество любителей итальянской ищейки и норных собак, во главе с доктором Мадаленой при техническом содействии Луиджи Цзакетти. Во время Второй мировой войны общество распалось, а в 1954 году было восстановлено Синьором Марио Квадри под несколько измененным названием и сегодня насчитывает 12 тысяч членов и несколько тысяч сочувствующих. Число зарегистрированных ищеек с проверенной родословной увеличилось в 50 раз. В 1955 году был заново переписан стандарт с учетом зоотехнических данных. В 1956 были организованы первые рабочие испытания, которые по количественным и качественным показателям превзошли все испытания собак других пород. В 1962 году состоялись первые соревнования между ищейками, специализирующимися в охоте на зайцев, за которыми последовал чемпионат Италии с участием ищейк, охотящихся на каванов и волков. Тогда же был пересмотрен рабочий стандарт и регламент испытаний. В 1980-е годы были проведены первые международные встречи, не носящие характер соревнований. Под стандартом подразумевается точное описание этнических характеристик той или иной породы. Высота гладкоширостной итальянской щейки в холке составляет 50-58 см для кобелей и 48-56 см для сук. Общий внешний вид итальянской щейки отличается мезоморфизмом. Форма туловища приближается к квадратной. Эта собака живого и боевого темперамента, имеет правильные пропорции, с хорошо развитой и сухой мышечной массой. Хорошо сбалансированная конституция позволяет ей охотиться от рассвета до заката. Эта собака приспособлена как к равнинным, так и к горным условиям, прекрасно бегает по пересечённым. Сбалансированная конституция позволяет ей охотиться от рассвета до заката. Эта собака приспособлена как к равнинным, так и к горным условиям, прекрасно бегает по пересечённой местности. Голова имеет правильные пропорции, продолговатую форму, чёткие очертания. Между носом и лбом наблюдается еле заметная впазина. Череп несколько выпуклый, область под глазницами отличается рельефностью и выпуклостью, придающей морде худощавый вид. Глаза большие, тёмные, выразительные и умные. Уши треугольной формы, плоские по всей своей длине. Кончики ушей узкие и слегка загнуты внутрь. Нос выступает над губами. Шея лёгкая, сухая, слегка дугообразная в верхней части. Не сливается с затылком, лишена подгрудка и заканчивается точно у лопаток, что придаёт собаке изысканный вид. Грудь имеет форму лодочки, глубокая, опускается поменьше метей. Нижняя линия, начиная от локтя, спускается по прямой к животу, сухому, но не запавшему. Передние конечности мощные, сухие и отвесные. Лопатки хорошо прилегают к груди. Лапы имеют овальную форму, пальцы компактные, ступни жёсткие. Задние конечности отличаются хорошо развитыми мускулистыми бёдрами. Хвост расположен высоко на длине крупа. Он тонкий у основания и в поднятом состоянии имеет кривую форму. Гладкошёрстная итальянская щейка отличается густым и блестящим шёрстным покровом. Шерсть гладкая и тонкая на голове, ушах, туловище, конечностях и хвосте. В качестве окраски допускается однородный рыжий цвет и все его оттенки, а также чёрный и каурый. Шкура хорошо прилегает к телу, должна быть мягкой и тонкой. На этих кадрах мы видим разновидность итальянской щейки с грубой шерстью. Она отличается от предыдущей рядом особенностей. Высота в холке у собак обоих полов больше на 2 сантиметра. Выражение глаз менее живое, доброе, но с налётом грусти, что придаёт ей задумчивый вид. У особей данной разновидности шерсть грубая на голове, ушах, туловище, конечностях и хвосте. Селекционная работа, несмотря на приносимое ею разочарование и досаду, является тем средством, который даёт надежду на формирование однородной охотничьей своры, чьи живые составляющие наделены всеми качествами, необходимыми для слаженной работы. Для эффективной работы своры необходимо, чтобы входящие в ней особи обладали одинаковой быстротой и были готовы к сотрудничеству. Помимо охотничьих способностей, в сферу внимания селекционера должен также входить и характер животного, поскольку результативность охоты как в одиночку, так и в составе своры зависит от того, насколько собака послушна. Даже особей с хорошей родословной не всегда наследуют требуемые охотничьих качества, хотя вероятность этого у них больше, чем у собак с неизвестной родословной. Чрезвычайно важным аспектом является подбор особей с точки зрения признаков мужского и женского пола. Улучшение породы проводится в отношении типичности, морфологической структуры и пригодности к дрессировке. При этом применяются такие способы, как, во-первых, вязка особей разной крови, во-вторых, вязка особей, состоящих в дальнем родстве, в-третьих, вязка особей, состоящих в близком родстве, и в-четвертых, закрепление. В первом случае необходимо брать в расчет родословные обеих особей, так как сыновья наследуют качество дедушек, избегать вязки собак с одинаковыми физическими и психологическими дефектами. Второй способ весьма эффективен для закрепления физических и качественных характеристик, при этом дедушка спаривается с внучкой, что позволяет избежать кровосмешения. Третий способ наиболее эффективен для закрепления качеств породы, но он возможен лишь при наличии большого числа особей. Если речь идет о вязках между братом и сестрой, мамином и отцом и дочерью, отбор следует производить осторожно и профессионально, ибо не следует забывать, что вместе с достоинствами передаются и дефекты. В четвертом случае, то есть при закреплении, собака с проверенной родословной вяжется с метисом, обладающим достаточной типичностью и высокими физическими и поведенческими качествами. В этом случае при выборе партнеров необходимо ориентироваться на улучшение типа и благородства. Все требуемые для этого сведения можно взять из родословной книги пород собак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для поддержания собаки в идеально здоровой форме необходимо правильно ее кормить, для чего в первую очередь следует тщательно продумать ее рацион. Именно за счет пищи собака получает вещества, необходимые для ее организма. Хорошо сбалансированное питание является необходимой предпосылкой для гармоничного развития тела, готовя собаку к активной взрослой жизни и повышая устойчивость к инфекциям и болезням. Для достижения оптимальных результатов наш четвероногий друг должен получать требуемое количество белков, углеводов, жиров, витаминов и минеральных веществ. Пища домашнего приготовления, даже если она дается с максимальной осторожностью, приводит к дисбалансу и отнимает много времени на приготовлениях. В последние годы отмечается широкое распространение готовых кормов для собак. Наиболее серьезные предприятия, в их исследовании с некоторого времени научились производить корма, рассчитанные на конкретные периоды физического развития животного, как, например, период роста или наибольшей активности. Таким образом, при выборе продуктов следует соблюдать максимальную осторожность, предпочитая продукцию предприятий, проводящих специальные исследования по кормлению собак. Такие исследования дают массу преимуществ, позволяя получать хорошо сбалансированные корма, богатые витаминами и минеральными солями с необходимым количеством основных питательных элементов. Что может быть практичный продукт, а уже готового к употреблению? Ведь это позволяет экономить время, необходимое для приготовления, и к тому же обходится достаточно дешево. Как уже говорилось, хорошее питание обеспечивает сопротивляемость собаки к различным заболеваниям. Это крайне важный аспект, поскольку все собаки служат излюбленной мишенью для всевозможных инфекций. Такие незваные гости, как паразиты, внедряются и размножаются между волосками шерсти, на коже и под кожей, делая собаку беспокойной и заставляя ее постоянно чесаться. Эти несимпатичные зверьки причиняют и такое дополнительное неудобство, как нарушение нормального контакта между собакой и человеком, живущими под одной крышей. Наиболее распространенные наружные паразиты делятся на две категории. На тех, кто селится на поверхности, глещи, блохи и тех, кто внедряется глубже, к саркосфориде и демагициде. Все эти неудобства легко предотвратить путем соблюдения адекватных гигиенических правил и применения новейших препаратов, которые при условии правильного их использования способны уничтожить любого незваного гостя. До сих пор мы говорили только о наружных паразитах, но есть еще и внутренние, в просторечии называемые глистами и способные серьезно навредить здоровью животного. Щенкам глисты передаются непосредственно от матери еще в утробе, либо через молоко во время кормления. Во избежание ошибок чрезвычайно важно регулярно показывать щенка ветеринарному врачу. Меры против глистов обязательно должны приниматься еще до прививок. Каждая собака должна в двухмесячном возрасте пройти прививку трехвалентной вакциной, предохраняющей ее от сапа, лептоспироза и гепатита. Еще одним серьезным заболеванием, нуждающимся в профилактике посредством подходящей вакцины, является парвавироз, который может привести к летальному исходу, особенно в щенячьем возрасте. Не следует забывать о том, что никто из нас не в состоянии заменить ветеринара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На следующих кадрах мы увидим свору грубошурсных вещей, используемую в охоте на зайца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итальянская щейка, как во время охоты, так и в ходе рабочего экзамена, должна демонстрировать классичность и стиль. Другими словами, при взгляде на работу ищем, должна бросаться в глаза ее типичность и безупречная техника. Для этой неутомимой собаки, привычной к самым тяжелым условиям, характерен особый стиль выслеживания дичи. Длительные остановки, которые она делает во время обследования местности, чтобы разрешить какую-либо запутанную проблему, поиск ночного следа дичи, приближение, определение цели и способность упорно преследовать жертву на большие расстояния, все это делает ее привлекательной в глазах тех, кто любит этот вид охотничьего спорта. Итальянская ищейка отличается легким, свободным, непринужденным и элегантным голубым, но никогда не разливает чрезмерно большой порт, так как вынуждена держать голову очень близко от земли, чтобы не потерять след. В зависимости от характера местности и растительности, а также от интенсивности запаха следа, особенно на этапе приближения к дичи, допускается и такой аллюр, как рысь, или сочетание рыси с голопом. Допускаются остановки во время бега, поскольку они позволяют собаке решить проблемы, связанные с запахом. На этих кадрах собака совершает энергичные поперечные движения хвостом, даже касаясь им ребер, в знак радости и веселья по случаю встречи с дичью. А теперь ее хвост выполняет круговые движения. Голова на этапе поиска держится почти вплотную к земле, образуя вместе с шеей, если посмотреть на собаку в профиль, прямую линию от мочки носа до холки, которая слегка нарушается лишь выпуклостью черепа. Наклон головы к почве составляет около 45-55 градусов относительно линии горизонта. На этапе преследования голопом собака держит голову в том положении, которое ей удобно. Ищейка ведет поиск с большим усердием и энтузиазмом, обследуя местность вдоль и поперек и тщательно ее изучая. Она обращает внимание на все, что может представлять хоть какой-то интерес с точки зрения ночных повадок дичи и никогда не теряет контакта с охотником, который сам определяет маршрут преследования дичи и которому на этом первом этапе собака должна беспрекословно подчиняться. Голос из щейки отличается резким тембром, составляя наиболее оригинальную черту этой породы. Собака подает голос в течение всей охоты без каких-либо усилий. Так она выражает свои мысли, те логические умозаключения, которые человек обычно высказывает словами. Ищейка подает голос всякий раз, когда теряет след. Так она призывает к себе своих спутников, либо подает охотнику сигнал, что снова напала на след. Голосом она дает другим собакам знать, какого вида дичи. Заяц, волк, косуля или дикий кабан. Голос из щейки отличается большой выразительностью и даже страстностью. Лай в позиции стойки, считающийся очень полезным качеством при охоте на крупную дичь, можно сравнить с тем лайем, который издают сторожевые псы в присутствии злоумышленника. Сперва собака нерешительно спулит, затем ее голос становится все более уверенным и громким. В течение всего времени приближения к дичи тон и ритм голоса не меняются. Зато на подходе к норе или берлоге равномерность телая нарушается более или менее длинными паузами. Если ход запутанный, собака начинает жалобно скулить. На развилках тон голоса усиливается и лай становится прерывистым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В виде жертвы собака подает своего рода сигнал тревоги в виде громкого лая. В процессе преследования ее голос звучит пронзительно. Ищейка преследует дичь нахориста, непринужденно и быстро, исправляя ошибки тем же методом, как и на этапе приближения, то есть делая кратковременные остановки. Хвост, выполняющий функцию руля, позволяет собаке легко делать крутые виражи. Он держится параллельно хребту и нервно подрагивает сверху вниз. Что касается стиля, то под ним подразумевается проявление в работе физических и психических качеств, походки, манеры держать голову, голоса, способы преследования. Работа итальянской щейки эффективна на всех своих этапах. Ее с полным правом можно назвать классической, образцовой. Прежде всего, эта собака прослеживает ночной путь дичи всеми его изгибами, а не только у самой норы. Напав на след, оставленный дичью в ночное время, она безошибочно идет по нему, используя свои обонятельные способности, до тех пор, пока это позволяет окружающие условия. Потеряв след, ищейка проявляет большую сообразительность и инициативность, продолжает тщательно обследовать местность, снова и снова возвращаясь к исходному пункту, но делая это в разумных пределах, так, чтобы не подать вид, что она сбилась с пути. С помощью такого маневра хорошая ищейка, как правило, снова нападет на след, который далеко не всегда ведет прямо к норе. Найдя потерянный свет, ищейка продолжает по нему двигаться, повторяя вышеописанный маневр каждый раз, когда собьется с пути. Ко всему прочему, хорошая ищейка очень дисциплинирована, что крайне важно для нормальных отношений между ней и... Субтитры создавал DimaTorzok В дополнение, можно с полной уверенностью сказать, что благодаря отличному обонянию итальянской ищейки всегда существует возможность найти уголок природы, еще не тронутый человеком. субтитры создавал DimaTorzok и 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 субтитры создавал DimaTorzok